Гимнастика, фитнес, занятия вокалом или рукоделием, игры, викторины и квесты. Все это готовы предложить своим воспитанникам Центра внешкольной работы и молодежный центр летом 2020 года на площадках «Летняя дача». От лагеря этот вариант отличается тем, что там ребенка не кормят. Длится день на площадке только 4 часа. Школа города откроет 15 лагерей с дневным пребыванием. Заработает лагерь «Теремок» Центра социальной помощи семье и детям. Специалисты обращают внимание жителей на появление несанкционированных коммерческих лагерей. Таких организаций отдыха, где предоставляются услуги по присмотре и уходу, организации досуга, обучение детей в каникулярные периоды без получения разрешительных документов, не входящих в региональный и всероссийский реестры организации отдыха детей и их оздоровления. Направляя своего ребенка в такую организацию, родитель не может быть уверен в его безопасности. Неизвестно, есть ли у педагогов медицинские книжки и справки об отсутствии судимости, как организовано питание и соблюдают ли правила пожарной безопасности. Эти лагеря будут выявлять. Деятельность таких организаций будет прекращаться надзорными органами с момента их выявления. С 1 июня за такую деятельность предусмотрен административный штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Проверить, входит ли лагерь в реестр организации отдыха и оздоровления детей, можно, обратившись на горячую линию в ДМИС по телефону 99062. Еще один вариант отдыха – санаторное оздоровление детей. Специалисты напоминают, что родители могут обратиться за компенсацией части расходов по приобретению путевки. Возраст детей от 4 до 15 лет включительно. Размер данной компенсации составляет от 12 100 рублей до 13 800 рублей. При условии пребывания ребенка в такой организации от 21 до 24 календарных дней. Очередность получателей компенсации определяется от даты подачи заявления. Санаторий или санаторно-оздоровительный центр, за пребывание в котором положена компенсация, должен соответствовать ряду требований. За информацией обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.